Он боится признать, что он в чем-то как мужчина несостоятелен. Это основная проблема. Сегодня, к сожалению, ежегодно во всем мире снижается фертильность мужчин, то есть активность перматозоидов. Если мы не уберем камни, если наш пациент останется с мочекаменной болезнью, это неизбежно приведет к потере функций органа и может привести к почной недостаточности. Здравствуйте, я врач-уролог. Меня зовут Михаил Крештопа. Я достаточно давно, больше 20 лет в этой профессии. Моя задача – помогать и мужчинам, и женщинам решать те проблемы, которые связаны с мочеполовой системой. Кто такой уролог? Врач-уролог – это врач, который занимается чуть больше мужчинами, чем женщинами. Если говорить о пациентах, которые его боятся, это в основном мужчины. Проблема связана с тем, что с детства мужчину учат, что он, мальчик, не плачет, не болеет, не грустит. Поэтому с возрастом, я думаю, это последствия Советского Союза, это формируется. И он боится приходить к врачу, прежде всего к урологу. Он боится признать, что он в чем-то, как мужчина, несостоятелен. Это основная проблема. Как попасть на прием к урологу? Как попасть к урологу? Собственно говоря, на самом деле это достаточно просто. Сегодня этим направлением занимаются в основном семейные врачи. Если мы говорим о направлении к урологу в стандартной нашей медицине, то есть обращении к семейному врачу, если семейный врач считает нужным, он направит ко мне. Ну или же, возможно, прямое направление – это обратиться непосредственно в какую-то из частных клиний, где уролог ведет прием, например, записаться напрямую через регистратуру. С какими жалобами чаще всего обращаются к урологу? Наиболее частые жалобы обращения к урологу – это нарушение мочеиспускания, это проблемы, связанные с половой функцией, это проблемы, связанные с репродукцией, с невозможностью иметь детей. Поэтому вот это те основные направления, которые мы решаем. Кому нужно регулярно посещать уролога? И нужно ли женщинам бывать у него на консультации? Кому важно посещать уролога? Безусловно, уролог – это не только мужское направление, но и женское. Это мочеполовая система есть у обоих полов. Но так сложилось, что женщины достаточно часто посещают и регулярно гинеколога. Поэтому, если говорить о плановых чекапах, это мужчина, и он должен посещать уролога хотя бы один раз в год. Это очень важно. Кто ваши пациенты и кто направляет к урологу? Пациенты уролога – это процентов на 70 мужчин и на 30 процентов женщины. И в основном, основное направление к врачу-урологу – это семейный врач, врач семейной медицины. Чаще всего направляют мужчин и женщин как с нарушением мочеиспускания, как с проблемами, связанными с появлением мочекаменной болезни, нарушением оттока мочи. Пары, которые хотят иметь детей, пары, у которых есть проблемы в интимной личной жизни. Чем отличается уролог от нефролога? Принципиальное отличие уролога от нефролога тем, что уролог – это специальность хирургическая, нефролог – это специальность терапевтическая. Нас, конечно же, объединяют вопросы, связанные с функцией почек, но нефролог более глубоко занимается именно в этом направлении – это функция почек, функция вообще работы мочеполовой системы, а уролог – это врач, который более радикально решает, скажем, хирургические направления. Это когда уже необходима более активная помощь, необходимо вмешаться в мочеполовую систему, ну, наверное, можно так сказать, скальпелем, если так в кавычках. Почему одно яичко опущено ниже другого? И нормально ли это? Достаточно часто задают вопрос, почему одно яичко опущено ниже другого. Конечно же, это нормально, это связано с тем, что мужчина передвигается, и при ходьбе, если яички были бы на одном уровне, ему просто было бы сложно ходить, потому что одно яичко бы касалось без другого. Поэтому, как всегда, одно яичко выше другого – эволюционно развитая ситуация. Что такое простатит и какова его профилактика? Наиболее часто мы видим как в рекламе, так и, в принципе, в обращениях к врачу, проблема простатита, проблема связана с тем, что сегодня это практически коммерческий диагноз. Дело в том, что вопросы, связанные с воспалительными заболеваниями предстательной железы, это более широкие вопросы, чем сам по себе простатит. Если говорить о простатите как таковом, то это те изменения, которые связаны чаще всего с застойными явлениями в предстательной железе, с нарушением функций предстательной железы, с нарушением кровообращения предстательной железы, которые приводят к боли, к нарушению мочеиспускания, часто к ухудшению половой функции. Если говорить о лечении простатита, то давно уже в нашем гайдлайне, в европейском гайдлайне, в американском гайдлайне, в рекомендациях это выведено в синдром хронической тазовой боли. Поэтому, если говорить о лечении, это комплекс, связанный как с решением бактериальных проблем, если не есть, так и с различными методами воздействия на предстательную железу с целью дренирования, восстановления функции. Для этого существуют инновационные методы, такие как фокусированный ультразвук, ударно-волновая терапия, магнитотерапия и более такие серьезные направления, о которых вам расскажет врач-уролог, когда вы к нему обратитесь на прием. Что такое аденомопростаты? Как она возникает и как ее лечить? Наиболее часто это достаточно на слуху у наших пациентов такой диагноз, как аденома предстательной железы. Диагноз на самом деле уже давно не существующий, давно уже речь идет не о аденоме предстательной железы, а доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Это увеличение предстательной железы, которое рано или поздно возникает у каждого мужчины. Чаще всего основной причиной этого является ежегодное снижение гормонального фона, уменьшение количества андрогенов в крови. Так как предстательная железа – это гормонозависимый орган, она начинает постепенно увеличиваться, потому что она испытывает дефицит в мужских половых гормонах. Поэтому, если мы говорим о профилактике доброкачественной гиперплазии или аденомом предстательной железы, то это, безусловно, как контроль уровня андрогенов в крови, когда еще мужчина молод, активен, так и профилактика и лечение воспалительных заболеваний предстательной железы, которые тоже являются одним из факторов возникновения увеличения предстательной железы. Что такое рак простаты? Наиболее частой причиной ухудшения качества жизни и смерти мужчин после сердечно-сосудистских заболеваний сегодня по статистике – это рак предстательной железы. То, о чем мы говорили до этого – это хронические воспаления простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Это такие, знаете, спутники рака предстательной железы. Рак предстательной железы, аденокарцинома простаты, развивается по двум основным причинам. Одна из причин – это наследственный фактор, генетически наследуемый по Y-хромосоме. Второй – это приобретенный фактор, который тоже связан со снижением уровня андрогенов. Который тоже связан со снижением уровня андрогенов. Есть такая фраза одного из известных европейских урологов. Он сказал, что рак предстательной железы будет у каждого мужчины, но не все доживут до этого заболевания. Поэтому, когда мы сегодня говорим о продолжительности жизни которые увеличиваются, в принципе, в мире с каждым днем, нужно четко понимать, что вовремя поставлен диагноз увеличит качество и продлит жизнь мужчине. Это очень важно. Своевременное обращение к урологу, контроль такого важного маркера, как специфический простатический антиген, регулярные наблюдения у врача-уролога продлят жизнь мужчине, увеличат качество его жизни с возрастом. Это на сегодняшний момент очень важно. Что такое мужское бесплодие? Как часто оно возникает? Как его диагностируют и лечат? Если говорить о мужском бесплодии, сегодня, к сожалению, ежегодно во всем мире снижается фертильность мужчин, то есть активность сперматозоидов. Дело в том, что совершенно недавно Всемирная организация здравоохранения даже понизила нормы качества сперматогенеза, потому что мужчины стали менее фертильны. Это приводит к тому, что мы видим все меньше и меньше пар, которые рожают самостоятельно, развиваются такие программы, как экстракорпоральное оплодотворение. Мы все чаще занимаемся лечением мужчин. Если говорить о лечении бесплодия, то здесь, безусловно, очень важны, во-первых, правильные профилактические осмотры. Это подготовка пары, в частности, мужчины, к планируемой беременности, правильное обследование и при выявлении отклонений как в гормональном фоне, так и в качестве семени вовремя планируемо провести терапию и лечение. Проблема нарушения фертильности сперматогенеза связана как с качеством тех продуктов, которые мы употребляем в пищу, так и с образом жизни. Увеличение веса, вредные привычки приема алкоголя, употребление в виде курения сигарет, айкосов, различных других продуктов дыхания, кальянов, к сожалению, приводят к ухудшению фертильности, поэтому очень важно не заниматься этим. Почему возникают камни в почках? Мочекаменная болезнь занимает достаточно такое ведущее в десятки, наверное, мест проблем у населения Европы, в том числе Украина не является в этой, к сожалению, статистике не занимает последнее место, мы одно из первых. И это связано, безусловно, во-первых, с качеством воды, которую мы принимаем, но не это является основным. Основным мочекаменной болезни является два таких важных фактора, если не говорить о наследственных. Это фактор той воды, количество той воды, которую мы пьем, то есть концентрации мочи, которую мы выделяем, и второй фактор – это PH мочи. Здесь уже играет значение ту пищу, которую мы принимаем, и образ жизни, который мы ведем. Поэтому при возникновении этой проблемы очень важно обратиться к врачу-урологу, к врачу-кнефрологу, для того, чтобы разобраться с функцией почек и откорректировать эту проблему. От себя я могу сказать, что необходимо больше пить жидкости, больше двигаться, употреблять лимоны вместе с водой регулярно, ежедневно, цитратные смеси, которые подщелачивают организм. И это уже будет само по себе являться профилактикой мочекаменной болезни. Что делать, чтобы предотвратить появление камней в почках? Для того, чтобы предотвратить появление камней в почках или решать проблемы с уже появившимися камнями, от которых вас уже избавил врач-уролог, есть два основных направления. Первое направление – это употребление жидкости в правильном количестве не менее 2-3 литров в сутки, для того, чтобы моча не была концентрированная. И второе – это правильное подщелачивание организма. Для этого нужно вспомнить Нобелевскую премию, которую еще в 1953 году получил британский ученый Кребс, который доказал, что употребление цитратной смеси, употребление лимонов, пройдя через цикл Кребса, превращается в щелочь и подщелачивает мочу. А щелочная среда является основной и здоровой для организма, поэтому получил Нобелевскую премию, потому что в щелочной среде не развиваются гнилостные бактерии, не образуются камни, и человек себя чувствует прекрасно. Как лечат камни в почках и что будет, если камни не удалить? Основными методами лечения мочекаменной болезни камней, которые появились уже в почках, являются методы дробления камней. Они наиболее часто – это методы через кожные, экстракорпорального дробления, такие как ультразвук, электрокодуктивное дробление, так и контактные методы дробления. Это доступы через естественные мочеводящие пути, при больших камнях это перкутанные через кожу. Если мы не уберем камни, если наш пациент останется с мочекаменной болезнью, это неизбежно приведет к потере функции органа и может привести к почной недостаточности. Эта проблема станет более серьезной и человек начнет быть зависимый от таких методов, как гемодиализ, искусственная почка. В чем может быть причина частого мочеиспускания, особенно ночью? Если мы говорим о нормах мочеиспускания в течение дня и ночи, то определено, что до 8 мочеиспусканий в день является нормой. Если больше, то мы начинаем задумываться о причинах. Если мы говорим о подъемах ночью, о ночном мочеиспускании, то, в принципе, допускается до одного раза или не должно быть вообще ночных подъемов. Если ночью появляется мочеиспускание, ну, максимум допускается один раз, а если они чаще, человек не высыпается, то уже необходимо обращаться к врачу, разбираться с этой проблемой. Почему на УЗИ дают заключение песок в почках? Если сегодня пациент приходит на плановый осмотр, достаточно часто он получает в диагнозе такую информацию, что у него в почках песок. Это, на самом деле, несуществующий диагноз. Такого понятия нигде в мире, кроме нашей страны, и, пожалуй, наверное, России, Белоруссии, у таких осколков Советского Союза больше не существует. Есть или конкременты с конкретными размерами, с акуссийской тенью, или же это такая, знаете, чуть больше фантазия врача, потому что в норме, в почках, действительно при их функции видно образование в небольшом количестве таких кристаллов. Это не является патологией, но зачастую это приводит к тому, что такому пациенту назначают препараты, которые сами по себе не являются лекарственными, но несут более такую коммерческую часть. И, безусловно, такой диагноз, как наличие песка в почках, не требует никакого лечения, хотя, наверное, в этом есть определенный плюс. Пациент, возможно, начнет правильно и больше пить, и будет более здоров. Но если ему при этом назначают коммерческие препараты, биологически активные добавки, ну, нужно подумать и понять, что это не нужно, и принимать их нет необходимости. Как воздержание и мастурбация влияют на здоровье? Очень важным вопросом, который достаточно часто задают, это воздержание. Как долго мужчина, например, может не жить половой жизнью, и насколько это вредно для его здоровья? Дело в том, что если мужчина здоров, то существуют такие достаточно четкие регуляторные механизмы, которые контролируют эту ситуацию. Потому что если он не живет половой жизнью, то у него возникает ночь у полюции, самостоятельно мочеполовая система работает и опорожняет предстательную железу, семенные железы, это является нормой. Поэтому те профессии, такие как моряки, или же, например, монахи, или же другие мужчины, которые по разным причинам не живут половой жизнью, если они не занимаются мастурбацией, то естественным путем у них происходит все. Но если они занимаются мастурбацией, то наиболее второй частый вопрос, насколько это вредно, мастурбация безвредна, если она не переходит в такую, знаете, патологическую форму, когда мужчина, например, занимается мастурбацией там много-много раз в день. Но это уже, знаете, такой более диагноз для психиатра, и он встречается, к счастью, достаточно редко. Опасно ли долго сдерживать мочеиспускание? Опасно ли долго сдерживать мочеиспускание? Вопрос очень интересный, потому что иногда советуют это делать для укрепления мочеполовых органов. На самом деле делать этого нельзя. Задержка мочи приводит к увеличению резервной емкости мочевого пузыря. Мочевой пузырь со временем становится все больше и больше, и гораздо сложнее ему опорожняться. Поэтому это может привести рано или поздно к серьезным проблемам. Такие профессии, как музыканты, артисты, политики, чиновники, водители, дальнобойщики, которые по разным причинам часто не мочатся, терпят, зачастую потом приходят к врачу-кровологу, например, ко мне, с проблемами с полным разрешением мочеиспускания. У них не полностью опорожняется мочевой пузырь, поэтому необходимо мочиться чаще. Какие ошибки чаще всего допускают ваши коллеги, врачи смежных специальностей? На самом деле моя профессия, профессия врача, она не бывает, как любая другая профессия, без ошибок. И если говорить о наиболее частых каких-то ошибках, которые могут быть связаны с урологом, связаны с моей профессией, то это, безусловно, проблемы, когда мы пропускаем какие-то серьезные нарушения. Например, когда человек обращается к нам с болями в спине, но мы пропускаем нарушение тока мочи в почках из-за того, что у него где-то находится камень, ему не вовремя выполнено обследование, или же это молодой человек, который приходит к нам с болями в тазу и его начинает лечить от каких-то проблем в спине, но это на самом деле определенные изменения в предстательной железе. Поэтому очень важно иметь такой хороший контакт с семейным врачом, который чуть больше разберется и поймет, какому узкому специалисту направить. Обращение к коллегам. Дорогие коллеги, мы не стоим на месте, происходит эволюция, в том числе эволюция в урологии, в диагностике. В настоящий момент появилась возможность проводить раннюю диагностику новообразований с помощью новых методов фьюжн-диагностики, методов эластографии, приоценки предстательной железы, семенных желез. Если говорить о лечении, то появились такие методы, как электрокодуктивное дробление камней, это когда мы разрушаем камни вообще без воздействия на ткани. Это революционная методика. Появилась возможность восстанавливать потерянную по разным причинам эректильную функцию с помощью ударно-волновой терапии, фокусированной ультразвуком. Это уже аппаратное лечение, которое работает даже лучше, чем такие препараты, уже известные на стокахах Виагра. Мужчина восстанавливает практически полностью потерянную эректильную функцию. Ну и появилось огромное количество новых методов, которые позволяют восстановить потерянное мочеиспускание, провести профилактику доброкачественной гиперплазии предстательной железы, рака предстательной железы. Тут очень важно нам всем работать вместе и заниматься здоровьем нашего пациента. Обращение к пациентам Друзья, особенно мужчины, не нужно стесняться и бояться врача-уролога, не нужно прятаться. Страусинная политика приводит рано или поздно к серьезным и большим проблемам. Поэтому все эти стеснения, боязнь осмотров нужно оставить в нашем, знаете, далеком прошлом и не стесняясь хотя бы раз в год приходите на осмотр и мы вместе не просто решим проблема, которая есть у вас, но и будем вместе не только комфортно жить, но и, знаете, такой правильный месседж сегодня комфортная старость, которая проходит без болезней. Это прежде всего зависит не только от нас, но и от вас. Давайте встречаться чаще. Личное обращение Друзья, мир меняется. Ситуация с пандемией, ковидом очень серьезно расставляет приоритеты. Мы становимся другими. Появляются новые возможности, мы их увидели, телемедицины. Возможность пообщаться с врачом не только оффлайн, но и онлайн. Поэтому я обращаюсь сегодня как к коллегам, так и к пациентам. Давайте вместе будем использовать все возможности как для профилактики, для лечения любых осложнений и больше общаться.